Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Как видите у меня победа при осаде моего замка, это хорошо. Ребята у меня получают 27 и 47 уровень, что тоже очень замечательно. Так, заберем монетки, что у нас с яблоками полно, тогда заберем дерево. Так, отлично, 1 час 16 минут тронный зал у меня будет делаться и здесь 13 часов, замечательно. Так, заберем ребята, наверное, ваши подарочки, за которые естественно большое вам спасибо. Я вам уже, кстати, их отправил тоже, так что все нормально. Ну, времени у нас, ребята, много, так что давайте посмотрим, что здесь у нас выпадет. Ресурсы, ясно. И со второго, я так понимаю, будут тоже ресурсы, но в принципе это было предсказуемо. Ну, так что, ребята, давайте тогда, наверное, немножечко с вами подождем, пока у нас тут все сделается. Ну, что же, ребята, продолжаем Хастл Кастл. Так, 29 уровень получает у меня боец и мы с вами отправляемся на орков. Так, естественно, как же без них, как же без ихних сундучков. Давайте посмотрим. Ну, с этой шпаной мы справимся. Тут у нас ничего сложного нету, но зато мы будем получать с них сундуки. Кстати, да, мне нужны шмотки, ребята, и желательно оружие. Скоро уже все это будет для меня слишком слабенькое в то, что я сейчас одет. Так, ладно, первая победа за нами. Сундук у нас есть. Давайте приступим сразу ко второй пачке этих орков. Будем их бомбить, как говорится, без перекуров. Ну, если уж на худой конец у меня жизни будет мало у главного героя, тогда, да, естественно, мы полечимся и опять же продолжим. Ну, а пока все идет достаточно идеально. Так, вот у нас и второй сундучок. Это хорошо, ребята. Так, где еще у нас? Вторжений у нас сегодня много, так что будет все нормально. Сундучков будет тоже достаточно. Давайте этих разобьем пареньков. Нечего им тут кладиться в лесах, в нашего государства, королевства. Отдыхайте, братки. Так, и того у нас уже три. Ну, все-таки шансы повышаются, ребята. Так, и давайте добьем здесь, где вот он. 58 тысяч мощей, в принципе, это практически ничего. Разбиваем просто на ура. Так, давайте этого добьем. Все, этот упал и остались лучники и арбалетчиком, да. Все. Ну, что же, неплохо мы с вами фармим сундучки. Мне это очень нравится, так что будем потом с вами вскрывать. Так, здесь у нас тоже два вторжения. Сейчас мы с ними по-быренькому разберемся. Особо акцентироваться я на этом не буду, потому что вы прекрасно видите, что в армии у меня пять персонажей. Разбиваем мы этих орков теперь просто на ура. Даже не паримся. Если раньше мне приходилось отхиливаться после каждого боя, то на этот раз я могу практически полностью зачищать карту. Максимум один-два отхила. И то, если будет мощная армия. Ну, у них так таковой их и нету. Поэтому все отлично. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, добивай. Только не падай, а. Я не хочу тебя долго слишком лечить. Ну, все. Здесь отлично все прошло. Так, домой, естественно. Шесть сундучков мы уже накопили. Так, здесь у нас тоже, ребята, два вторжения. Ну, здесь уже 95 тысяч мощей. Это уже как бы средний класс, так скажем, орков. Потому что выше 95-97 я еще пока не видал. А хотелось бы, чтобы было бы где-нибудь 100-150. Чтобы, естественно, с них выпадал дроп получше. Так, замечательно. И, наверное, с вами, не знаю, сразу приступить. Давайте сразу приступим. Вот оно вот здесь. 80 тысяч. Ага, ну, 85-80. Это вот в данный момент такой среднячок у них получается. Так, маги мои сейчас просто быстренько разбомбят. Потому что они стоят в кучу. А у меня магия есть массового поражения. Так что... Все. Вышло как нельзя лучше. Неплохо, неплохо. Это получается 5 карт по 2. Уже 8 сундуков. Так, собираем манну. Тут у нас это. Деньги еще есть. Ну, естественно, улыбочки. Так, по деньгам у нас. Ну, не так уж и много. Кстати, да, с яблоками тоже, ребята. Засада. Всего 146 тысяч. Но зато у меня плотники выросли. Так. Что у меня тут по плотницким делам? Давайте глянем. Он у меня какого? 10 уровня. Что-то у меня где-то было для 10 уровня. Именно для дровосеков. Так. Тут 11 нужен. Тут вообще 12. Хм. Да, как-то не айс, ребятушки. Что-то придется еще им уровень подымать. Как ни крути. А вот он топорик. На 10 уровень. Он уже, оказывается, стоит. Ну, немножко лопухнулся. Но ничего в этом страшного нету. Так, все. Здесь у нас уже идет исследование. Так, а тронный зал все еще у нас делается. Но, когда он сделается, ребята, естественно, мы с вами будем строить новые постройки. Развивать, так сказать, свой замок. Так, и что? Мы, ребята, приступили к завершению орчи и атаки на нас. Сейчас мы зачистим лес и будем скрывать с вами со спокойной душой эти сундучки. Так, замечательно. И того 9, да? Так, кто там у меня? Ага, опять огненный голем. Да, соберем здесь всю эту мелочь. Так, это 10 сундуков у меня получится, да? Плюс 1 сундук мне даст маг за выполнение заданий. По идее, должно быть так. Я, конечно, если честно, не уверен, но посмотрим, в общем. Давайте с этими ребятками быренько разберемся. Не знаю, стоит ли мне сегодня идти на игроков фармить золото. Пока что у меня все работяги заняты. Соответственно, деньги мне не нужны. На запас, как бы, тоже нет смысла, потому что уже на меня нападают довольно... Как я вам и говорил, сундук нам дали. Довольно большие бизоны нападают, поэтому неохота мне дарить никому ничего. Так, ну что, ребята, вроде бы по оркам у нас все. И я думаю, что можно будет, в принципе, сейчас приступить к открыванию сундуков и смотреть, что у нас там выпадет. Так, еще у вас тут подарки от вас. Ух ты, вообще шикарно, ребята. Всем спасибо. Приступаем к отправочке. Так, ну что тут у нас? Кто такой? Денис. Ну что же, давай, Денис, лови подарок. Так, почему-то не пойму я. Ага, все, все замечательно. Почему-то первому, кому, когда я отправляю, он не отправляется. Не знаю, с чем это связано. Ну, а в дальнейшем уже, как вы видите, все идет довольно хорошо. Так, Юрку отправил. Так, Дос. Ну, здесь, как видите, я поступаю рандомно. Кручу рулеточку. Рулеточку. Ну, вы понимаете, что я имел в виду. Ну, и отправляю, кто попадается. Естественно, мне бы желательно, ребята, отправлять самым маленьким ребятам, потому что они только начинают играть и, как бы, ресурс лишними им не будут. Ну, как есть, так есть. Итого, ребята, у нас 18 сундуков. Давайте приступать к открытию их. Так, здесь у нас ресурсы. Замечательно. О, бронька выпала. 46 уровень на мага. Тоже неплохо, я считаю. Так, ну, здесь ресурсики. Тут, наверное, уже пойдут ребята одни ресурсы. Скажут, хватит тебе. Получил броню и теперь успокойся. Но, как вы понимаете, что я рассчитываю на синий сундук. Там точно что-нибудь выводит? О, смотрите-ка. На 49-й. Сила магии. 195. Довольно неплохой этот. Подвеска. Оу, а здесь что? Великий герой. Хм, на 49-й уровень. Довольно неплохо. У меня, правда, таких персонажей еще нету. И бронька на 47-й для мага. Тоже шикарно. Смотрите-ка, как хорошо пошло у нас, ребята, с лутом. Если честно, такое бывает очень редко. Когда 3-4 раза подряд что-то выпадает из сундука. Так что сегодня, видимо, мой день, ребята. Так что продолжаем и смотрим, что у нас выпадает. Что-то пошли одни ресурсы. Ну, в принципе, я и доволен тем, что уже выпало. Все-таки бронька на 49-й. Для мага на 47-й. Ну, я думаю, что это неплохо. Опа-на, арбалетик. Но, правда, слабенький. У меня стоит довольно мощный. Так что есть вероятность, что мы его разберем. О, ребята, посох выпал. На 48-й уровень для мага. Довольно неплохой, между прочим. Не массуха, но тем не менее. Так. И ресурсы. Ну что же, ребята, я скажу, что удачно, довольно удачно мы сегодня вскрыли сундуки. Я очень доволен. Плюс достижение я получил на 30 этих алмазиков. Неплохо довольно-таки. Так. И еще один сундук мы взяли. Давайте его посмотрим, что у нас здесь за достижение. Ага. Магическая броня выпала. Шикарно. Так. По крайней мере, у меня будет, ребята, что ломать и с чего получать кристаллы. Вот мой лук. Смотрите, арбалет. 1055 атаки. А здесь, ну, естественно, этот лук проигрывает. Тем более, это обычное оружие. Даже не какое-нибудь там легендарное или эпическое. Так что пока все у нас хорошо. Ну что же. Давайте, наверное, ребята, посмотрим, кто у нас здесь вообще находится. Рекс. Рекс. Дина, да. Так. Юзуф. Крис. Том. Мне нужны, ребята, такие люди, у которых очень много дерева. Или, по крайней мере, и дерева, и золота. Хотя бы золото. Вот. Вот это уже что-то. Давайте глянем. Можно его, в принципе, разбомбить. Интересно, получится у меня или нет? Нет. Ну, в принципе, здесь, думаю, никаких проблем не будет. Наверное. Хотя, если... Нет. Все пучком. Хотя, тут я как-то тоже, ребята, недавно дрался с компашкой такой, да? Тоже четыре персонажа. Но я не знаю, почему-то я танка не смог положить. Там до чего мощные отхилы стояли. Что... Без шансов. Но, тем не менее, в данный момент мы получаем сто тысяч золотых и сорок две тысячи золота. Дерево. Что очень даже хорошо. Так. Давайте еще кого-нибудь просканируем. Эрик. Ну, Эрик так себе. Джон. Карлос. Ну, что-то, ребята, нет таких довольно достойных претендентов, которых можно было бомбануть. Ну, неохота просто лишний раз набивать себе ПВП очки за копейки. Поэтому я выбираю по максимуму на этот раз. И нужно тут еще, кстати, ребята, много чего нам делать. И, как видите, пляшет все от миллиона. Мастерская брони, мастерская оружия. Я, естественно, пока делать не собираюсь в ближайшее время. Хочу что-нибудь другое. Ну, естественно, когда сделается у меня арсенал, я буду уже расстраивать замок. В плане покупать новые здания. Так, ну что же, ребята, наверное, можно немножечко и отдохнуть. Был удачный денек сегодня. Всем привет. Ну, что, ребята, продолжаем хастл-кастл. Давайте по-быстренькому глянем. Ага, на меня было нападение. Ну, как? И победу, и поражение у меня здесь было. Так что ничего страшного. Так, ну, естественно, вы посмотрите, да? Я 123 мощей, он на меня прыгнул, и я проиграл. Довольно неплохо, да, получилось? Молодец. Хорошо, видимо, он составил себе команду. Так, деревяшки у нас. Да, золота, конечно, маловато. Но, как вы видите, у меня магия делается. 8 часов 31 минута. Скоро она сделается, и мы с вами сможем улучшать ее. Даже с собой, скорее всего, брать. Ну, что ж, давайте отдохнем маленько. Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй. Ну, что, ребята, продолжаем проходить хастл-кастл. Ух ты, сколько было на меня атак. Ну, что же, ладно. Да, ребята, арсенал у меня завершился. Я построил дополнительное здание. Так, что, наверное, с вами немножко его будем апать. Хотя, я не знаю, почему я сделал именно колодец манны. Но, видимо, посчитал, что манна нам здесь будет нужнее. Так, что давайте ее сейчас еще улучшим. На 2 часа. В принципе, это недорого. И недолго. Так, у меня, как видите, деревяшки делаются. По производству дерева. Ну, а здесь происходит у меня исследование. Здесь, как вы видите, у меня получился дополнительный слот. Теперь я могу носить 4 манн магии. Что довольно-таки хорошо для боевок в дальнейшем. Потому что там уже такие ребята идут, что просто так на хромой кобыле к ним не подъедешь. Вот строителя бы мне, ребята, строителя. Ну, извините меня, 2000 кристаллов. Это очень дорого. Ну, а мы тем временем, ребята, продолжаем с вами бомбить орков. И отнимать у них сундуки. Так что, давайте приступим. Так, отлично. Да, ребята, почему сейчас выходит очень мало серий по хастл-касл, как вы спрашиваете или говорите. Здесь дело в том, что, сами видите, по 3-4-5 дней делается одно здание. И мне просто-напросто нечем, ребята, вас именно в этот промежуток времени занять. Поэтому приходится ждать, пока все отстроится. Ну, а уже когда все это будет готово, возможно, может быть, уже и выйдет и дополнение. И тогда там уже, конечно, будет новый свежий контент. И там уже, как говорится, все возобновится. Ну, а пока, естественно, я буду прокачиваться, получать новое оружие, крафтить и так далее и тому подобное. Чтобы уже быть готовым. Так, ну что же, довольно неплохо мы идем. Так что, давайте дальше разбирать этих орков никчемных. Ну, а пока, ребята, я работаю над другими небольшими проектами. Так что, не знаю, смогу ли я вам угодить или нет. Но, есть одно маленькое, как сказать, предисловие. Если вы желаете увидеть какую-то игру, прохождение или еще что-то подобное, вы пишите в комментариях, не стесняйтесь. А мы уже посмотрим, разберем, почитаем и будем думать, стоит он того или нет. Так что, дерзайте. Ну, я не знаю. Можно было бы, конечно, еще Fallout Shelter пройти. Ну, хотя бы начать проходить. Но, я не знаю, нравится ли вам такая идея или нет. Тем более, Fallout, он уже как бы заезженный до дыр. И будет ли вам интересно смотреть. О, вот это хорошо, ребята. Вот это лут. Вот это я понимаю. Так, смотрим дальше. Что здесь? Ух ты! Ну, просто фарт, ребята. Ядрить его на корень, а? Фартит сегодня что-то мне. Да, елки-палки. Давайте с этого еще что-нибудь дадите мне. И будет вообще ништяк. Нет, к сожалению, только ресурсы. Но, тем не менее, да. Почти. Да, да, да. О, на 12 уровень. А у меня, по-моему, нет таких казначей. Нет, казначей-то есть. Но я не уверен, что кто-то сможет. Нет, в принципе, есть. Нет, этот на 8 уровень. Так что, по-моему, она не прокатит. Да, здесь на 12. А 12 уровневые у меня уже и так носят довольно хорошие шмотки. Так что, есть один небольшой вариант их отправить учиться. Но это придется кого-то убирать. Естественно, с казначейства. Мне этого не очень сильно охота делать. Ладно. Этот у меня вылечился. И давайте с вами, наверное, продолжим. Так, иди-ка сюда. Эти ребята у меня стояли еще с тех пор, когда тронный зал у меня завершился. Кстати, казначей у меня здесь 12 уровня. А почему ты здесь у меня стоишь, бродяга? Ну-ка, ай, тут 17-го. Так, давайте кого-нибудь отсюда заберем. И желательно слабенького самого. Так, в принципе, вот эту девочку можно сюда и приспособить. Сейчас мы с нее снимем одежду. Этого паренька отправим в казну. Ну, а девчонку, я думаю, дальше учиться. Так, ну что, с этого у нас выпадет арбалетик. Да, арбалетики, конечно, слабенькие выпадают. Сколько их уже было? Наверное, на штуке 3-4. Вот только один хороший, который у меня был. Я его поставил своей девчушке. И она ходит. Я им очень доволен, в принципе. Так. Нет, этим ребятам еще качаться и качаться. Так, родная, ты уже здесь. Давай-ка снимай с себя все. Вот и отлично. И отправим тебя, наверное, знаешь куда? Дальше продолжать учиться на казначее. Так, ну что там опять у нас? Ага, крыса, как обычно. Ну да ладно. Не будем отвлекаться. Давайте нашего паренька оденем. Так, носи Артурик на здоровье. Так, это еще рано тебе. Колечко. 420. Да, по-моему. Да, отлично. Ну что же, отправляем его и пускай он нам зарабатывает денежку. Вот так. Все, самое то, что надо, как говорится. Ну что, а мы продолжаем бомбить орков. Так, и будем надеяться, что и еще чем-то хорошенького нам дадут. Так, у меня, кстати, ребята, очень много кристаллов уже накопилось. Надо будет, я думаю, как-то сделать нам или оружейку улучшить, или броньку. В общем, потом разберемся. А вы как сами-то думаете, что лучше, броню делать или лучше оружие? Так что, если что, отпишитесь. Я прислушаюсь к вашему мнению и, естественно, так и поступлю. Так, давайте бомбить этих ныщек-блотов. Так, все, да упали вы оба уже. Хорош, чтобы доставать меня. Все, сундук уже наш. Блин, четыре магии, когда у тебя в кармане, это очень радует, ребят. Как-то уверенно себя уже чувствуешь. Жаль, конечно, что у меня... Че, какая там ошибка? Я что-то не понял, что там за ошибку выдало? Ты хорош там дурить-то мне, а. Я же перепужался, блин. Так, ладно, погнали. Есть еще такая магия. Я не знаю, ребята, если кто-то из вас пользуется ей. Ледяная ловушка. Отпишите, стоит ли вообще ее крафтить и брать с собой. На две секунды затормаживает врага. По мне, так, по-моему, самая никчемная из магии, которую вообще можно было тут взять. Я, конечно, понимаю, что ее можно улучшить. И она там дает, по-моему, четыре прироста, а потом шесть секунд. Но, тем не менее, как-то я считаю, что это не особо хорошо. Нет, хотя, в принципе, если подумать, да, как она там ставится на землю, или ты ее сам наводишь на врага. То бишь, при борьбе с другими игроками можно было бы, например, на хила поставить или на рессальщика эту ловушку, да, и если он встает на шесть секунд в стан, то это уже, получается, большое преимущество, потому что, естественно, он не сможет поднять своего там соратника или воскресить, или подхилить. И, соответственно, в этот момент его просто разбирают. Шесть секунд — это довольно большое преимущество. Так, ладно. Главное, что у нас идут сундуки. Уже пять штучек. И тут еще у нас двоечка. Так, давайте не будем ничего хилиться. У нас пока и так все хорошо идет. Как говорится, не будем сбивать ритм. Так, давай, давай. Хорош уже дурить. Падай. Отлично. Великолепненько. И остались здесь никчемники. Все, упали они. Так, возвращаемся в замок, шесть сундуков. Ну, хотя бы с одного что-нибудь да должно упасть. Так, здесь у нас осталось последнее вторжение, ребята. Давайте их по-быренькому сделаем и уже приступим к открытию. Великолепная троечка, да? Так. Магию я уже здесь вообще не трачу. Да как бы и нет смысла. Вот еще бы, конечно, бы мне посох на воскрешение какой-нибудь не на шестичь, а на двенадцать. Вот это было бы хорошо. Чтобы его... Вот. Вот он, синий сундук. Так. И, ребята, еще ваши подарки. Шикарно просто. Так. И давайте, наверное, я вам отправлю. Так, что у нас тут? Андрюха. О, Андрей получил подарок. Так, Юрик. Отлично все идет. Давайте следующий. Алексей. Так, а здесь у нас кто? Пашка. Алекс. Сколько нас тут развелось Алексеев-то, а? Михаил. Оливер. Так, еще. Еще троим. Так, Егорка. И кто тут у нас? Родион. Так, еще один остался. Александр. Ну что же, ребята. Забираю я сундук. Всем спасибо. Так. И, наверное, мы этого на отхильчик отправим. Вообще-то их всех можно отхилить, потому что они все покоцаны немножко. Так. Шикарно. Итого у нас, ребятушки, 14 сундуков. Все, вражин больше нету. Давайте вскрывать. Так, ресурсы. Отлично. Здесь, наверное, тоже, да? Да, ресурсики. И здесь тоже. Ну, в общем, с этих, наверное, сейчас будут одни ресурсы. Скажут, братишка, слишком много для тебя хорошего лута было до этого. Так что остынь и успокойся. Ну, тем не менее, ресурсы тоже не бывают лишними. Поверь, поверьте мне. О, вот это вот хорошая штука, ребята. На 11 уровень дровосека. О, посох. На 42 уровень. Ну, я считаю, тоже неплохо. Так, а здесь? Пошли, наверное, уже ресурсы. Так, ну что же, для будущих построек нам это все пригодится. Правда, я сейчас добываю в десятки раз больше за один бой, но тем не менее. Так, и еще два последних. Ух ты, булавушка. Но слабенько, ребята. Как бы даже ни к чему она мне сейчас. О, на 13 уровень. Довольно неплохо. Да, древесина это то, что нам надо в последнее время. А она у нас еще будет два дня делаться. Два дня, ребята, я остался без дерева. Ну, как остался без дерева? Только единственный способ это, конечно же, отнимать. Так, что у нас тут? Давайте, оу, давайте проверим-ка этого паренька. Так, давайте вернем своих ребят. Я думаю, они уже отхилились. И, наверное, нападем на него. Это нападение будет делаться исключительно ради денег и ради дерева, ребята. Так, что если кто-то из моих друзей попадет под мою же раздачу, не обессудьте. Ничего личного. Просто случайность, ребята. Так, подождите. Это не он. И это не он. Ага, вот. Давайте-ка посмотрим для начала. О, елки-палки. Я тут гублюшки раскатил. Куда уж мне до него? О, нет, конечно же, будем тихо сопеть в две дырочки. Так, ага, а вот здесь вот что у нас? По-моему, вот это тут паренек тогда был. Да елки-палки, что за нефарт такой, а? Он оказывается в игре. Ну, а здесь маловато, конечно, будет у нас. Тоже мало. Ну, вот этого еще можно. 58 тысяч. Так, а здесь? Во! Вот это самое оптимальное, я считаю. У-у-у, да еще и 58 тысяч мощей. Сейчас просто даже и пикнуть не успеет у нас. Хотя, я бывало так тоже орал-орал, а потом локти кусал, когда валялся трупиком. Ну, я как считаю, тот человек, который имеет меньше мощей и побеждает другого персонажа, то, в принципе, респект и уважуха. Это очень хорошо. Как говорится, сильный герой всегда победить может, а вот слабенький, умненький не всегда. Так что, ребята, мотайте на вуз. Так, давайте отхилимся. Я не знаю, сколько у меня. 864 тысячи золота. Этого, конечно, маловато. Надо еще чуть-чуть побольше нам с вами нафармить. Хотя бы где-то под лимончик. И тогда будет все хорошо. Так, Хохлярмус. Ну, что ж, давайте его попробуем разобрать. Хотя тут что пробовать-то, а? Я думаю, что надо просто брать и делать это дело. Так что, давайте, ребята, возвращаем своих солдатиков. Я вот только одного не понял. Какого фига у меня казначей бегает в оружейке, а? Совсем припух. Я его отправлял, по-моему, куда? Деньги зарабатывать, а не ходить там оружие разглядывать. Ну, что ж, где у нас Хохлярмус? Ага, вот он. Приступаем к разборке. Так, а у него уже, смотрите, ров тут сделан. Тем более огненный. Почему огненный он выбрал, я не знаю. Видимо, ради урона. Ну, что ж, хорошо. Я думаю, что на будущее он подумает над этим отравляющим рвом. Как бы я считаю, что он более эффективный. Ну, кому как. Если он захотел огненный, пускай делает огненный. А мы победили и забрали у него деньги. Все, у нас 965 тысяч. Это уже почти миллион. И дерево 579. А там от 650 мы уже начинаем плясать. О, Тимка. Ну-ка, давай-ка. Посмотрим, что ты из себя там представляешь. Так. Больше мы пока сделаем здесь ничего не можем. О, тут еще слабее. Ну, естественно, естественно. Будем сейчас на него нападать. Так, забираем. Иди, хорош. Уже там отхиливаться, блин. Давай, давай, давай. Немножко тебе осталось. Сейчас мы еще сделаем, наверное, один боек. И будем на этом закругляться. Так. Давайте-ка. Все. Погнали, как говорится, ребята. Ну, думаю, никаких особых здесь тоже проблем у нас не возникнет. На худой конец у меня есть два ускорения. Плюс броня. И плюс фаербол. Это уже как на добивочный бед. Ага. Ну, что же. Все. Разбомбили, ребята. И можно, в принципе, все закругляться. Так. Сколько уже? По-моему, за миллион. Да, за миллион. Ну, что же, ребята. На этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих сериях. Так что ждите, не пропадайте. Будьте всегда, как говорится, на чеку. А на этом все, ребята. Всем пока и удачи. До скорых новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok